Разрытие на языке коммунальщиков для археологов приямок. Этот 15-й на улице металлистов. Они появляются там, где подрядчики демонтируют старые коммуникации, например, колодцы, как здесь. Затем на объект заходят ученые. С лопатой в руках они сантиметр за сантиметром бережно изучают культурные слои. Вот асфальт, это современность, дальше брусчатка, скорее всего, начала 20 века. А этот, похожий на дракона обломок, возможно, остался от деревянной мостовой. После зачистки стен археологи фотографируют все слои находки. За три недели их было немало. Одна из самых ценных – монеты времен Ивана Грозного. После изучения все артефакты передадут в Тульские музеи. Еще одна монета – Екатерининская. Там виден вензель. И монета 1738 года – Деньга. Они позволят нам определить, ну, монеты цены, а не датирующий материал, они позволят привязать конкретный слой к конкретному временному периоду. Археологическое сопровождение – необходимость. Сети, водопровод, канализацию, газ меняют на улицы металлистов в историческом центре Тулы. В том числе их подведут к памятникам культурного наследия, который отреставрировали несколько лет назад. И где планируют разместить представительства крупнейших музеев области. Приступили к работам 17 сентября. Меняют не только подземные, но и наружные коммуникации, рассказывают на брифинге в городской администрации. Например, срезают старые фонари и демонтируют силовой кабель. Вместе с телефонными проводами и оптоволокном их собираются спрятать специальные короба под землей. То есть такие, как колодцы пластиковые, с выпусками. А я вот сказал, что ориентировочно в каждом из устанавливаемых на улице металлистов колодцев будет по 36 выпусков. В них проложены кабели. Это нам позволит что? Не будет никаких подвесов на опорах наружного освещения. Необходимо заменить. Через колодцы все поменяли без всякого разрытия. Необходимо бросить дополнительные, они будут проложены с резервом. Перебой с подачей ресурсов во время ремонта жители не почувствуют. А вот движение транспорта по металлистов ограничили. Въезд разрешен только спецтехники. Схему движения разрабатывали совместно тульские и московские эксперты. Основной автомобильный поток было решено пустить по союзной, первому дублеру. А чтобы добраться до заречья из центра, придется ездить по дворам. Черниковскому переулку, улице Благовещенской. Но эту альтернативу выбирают немногие. Едут по Советскому, говорят, в городском управлении транспорта и дорожного хозяйства. Они ведут ежедневный мониторинг ситуации. Которую строили специалисты, моделированием занимались. Она, в принципе, себя и оправдала. Никто не говорил, что не появится дополнительная процентная нагрузка на улицу Советскую. От этого никуда не уйдешь в любом случае. Задача стояла в том, чтобы при появлении этой дополнительной нагрузки выполнить такой комплекс мероприятий, чтобы как можно... Минимизировать последствия. Да, и мы это сделали. Глобальных изменений в движении транспорта из-за перекрытия улицы металлистов не произошло, говорят в городской администрации и добавляют схемы не окончательная. В планах, например, сделать улицу Благовещенскую сквозной. Сейчас она заканчивает с аварийными зданиями военной части. А еще надо решить вопрос парковки на улице Союзной. Там городские власти хотят сделать стоянку на 150 мест. Сама же улица Металлиста в перспективе должна стать пешеходной. Екатерина Старцева, Вадим Рженков, Первый Тульский. Вадим Рженков, Первый Тульский.